Отсуществляем посадку малобобильного пассажира в низкой платформе. Этот вагон поезда сообщением Киров Адлер необычен во многом. Начинает с автоматической платформы, которая поднимает пассажира в инвалидном кресле для посадки. Внутри тоже не все стандартно. Проход до купе здесь шире обычного, для того, чтобы коляска проехала без труда. Само купе намного просторнее. Здесь есть где развернуться. Продумано все, начиная от кровати. Место для малобобильного пассажира обладает механизмом трансформации, который может занимать несколько положений. По желанию подниматься, опускаться. Двухместное купе оборудовано кнопками вызова проводника, который окажет маломобильному пассажиру любую помощь. Одним словом, в вагоне создана по-настоящему доступная среда. Продуман даже отдельный санузел для инвалидов. Большего размера, с поручнями и, опять же, голосовой связью с проводником. Такие вагоны будут удобны не только инвалидам-колясочникам, но и, например, пассажирам с нарушением зрения. Все кнопки, которые здесь есть в купе, снабжены специальными табличками с рельефным текстом для чтения пальцами. А еще есть специальное звуковое устройство. Нажав на кнопку, можно получить всю необходимую информацию. 12 часов 50 минут. Поезд с сообщением Киров-Адлер с таким вагоном начал курсировать с начала лета. Как рассказывает начальник поезда, теперь пассажиры с ограниченными возможностями здоровья, которые давно мечтали отправиться к морю, могут с легкостью осуществить свою мечту. И таких пассажиров за сезон поезд перевез немало. Адлер считается город-курорт круглогодичный и пассажиры всегда ездят на лечении. В данной категории есть пассажиров, которые ездят на лечение. У пассажиров, проезжающих в этих вагонах, только остаются всегда положительные эмоции после проезда в этом вагоне. Потому что маломобильные пассажиры чувствуют себя такими же равноправными пассажирами, как и остальные пассажиры. Кроме как из Приволжья до Сочи могут добираться пассажиры с ограниченными возможностями из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Ростова, Саратова, Кисловодска и Перми. Поезда с этим сообщением оборудованы подобными вагонами. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» многие вокзалы нашей страны уже также стали удобны для передвижения особенных пассажиров.